В Иваново с рабочим визитом приехала член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина. Как специалист в сфере ЖКХ, общественница осмотрела аварийные дома, оценила благоустройство города и, конечно, выполнение программы капремонта. Дом номер 10 на Земляной улице как раз после него стал местной антидостопримечательностью. Когда они нам сказали, давайте мы вам сделаем ремонт фасада, я говорю, нет, какой ремонт фасада, я говорю, нам сначала крышу надо сделать. Это деньги, выкинутые в трубу, будут. И они от нас отказываются в одностороннем порядке с нарушением всех законодательских прав. Письма присылали. Бесполезно. Мы год находились вообще в неуправлении. История ремонта этого дома не уместится ни в одну книгу жалоб. Сначала на восстановление действительно был заявлен фасад. После долгих переговоров и требований жителей его запланировали ремонтировать в 31-м году и все же взялись за кровлю. В 2016-м долгожданный капремонт крыши провели. Однако ситуация не изменилась. Скорее, ухудшилась. С крышей вообще безобразие полнейшее. Сделали так, что эта крыша текла. Все квартиры третьего этажа был потоп. Люди, которые там живут, сидели на чердаках, собирали воду в ведра в тазы, как могли. Но разве это спасешь, когда снег тает и течет? Это о чем-то говорит. От сырости, попадающей на стену, осыпается фасад. Вода буквально проедает старые кирпичи. Ремонт в квартирах, рассказывают жильцы, делать бесполезно. Обои отваливаются, все стены мгновенно покрывают плесень. Дышать очень трудно. На втором этаже живет женщина с двумя маленькими детьми. Младшему ребенку нет и года. Малыши постоянно болеют. К нам насмотр детей говорит, что в таких условиях жить нельзя. И нужно предпринимать какие-то меры. Иначе они будут сами ходить, жаловаться. То есть детей у нас могут изъять отсюда, потому что это очень опасно. Может быть и астма. То есть все что угодно. Не продать, не сдать жилье у молодой мамы не получается. Риэлторы, завидев черную плесень, разворачиваются и уходят. Обращались жители и к независимым экспертам. Те признали дом после капремонта аварийным. По словам столичного ревизора, при восстановлении сэкономили на всем. Вплоть до водостоков. Этот подрядчик должен попасть обязательно в реестр недобросовестных подрядчиков. Он не будет больше участвовать ни в каких федеральных программах. Это однозначно. Но сейчас наша задача исправить ситуацию. Отвечает за неправильный ремонт фонд рекоператора. Все возмещение каждой квартиры должен сделать фонд рекоператора. Как он это будет делать? Взымать ли с подрядчика? Судиться ли с подрядчиком? Люди от этого страдать не должны. Уже в среду специалисты Народного фронта будут разговаривать с представителями мэрии и правительства региона. Общественники намерены держать ситуацию на контроле и более не допускать подобного. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.